МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу «Время говорить. Панорама рязанских событий» в изложении наших авторов. Главные темы сегодняшнего выпуска таковы. Моем, моем трубочиста. В Рязани объявлен месячник по благоустройству города. Ну, за здоровье. Рязанские оперативники изъяли в гараже на Южном 7 тонн поддельного алкоголя. Он из Бразилии. В Рязани давал мастер-класс чемпион по экзотическому пока для нас виду единоборств бразильскому джиу-джитсу. А теперь об этом и не только более подробно. Вчера в областной прокуратуре прошло совещание по вопросу состояния законности в сфере охраны окружающей среды. И словно бы замелькали в релизе знакомые все по новостейным репортажам образы. Южный промузел, набитый заводскими трубами, как ежик, иголками. Крупнейшие, надо сказать, вреднейшие предприятия области наш нефтезавод. И пресловутый Турлатовский полигон, где того и гляди, опять начнут ядовитые отходы закапывать. На совещании было отмечено, что основные эко-проблемы у нас по-прежнему связаны с деятельностью производств. Их выбросами в атмосферу. Ну и автотранспорт своих выхлопов прибавляет. Так вот, решили в прокуратуре продолжить проверку фактов загрязнения воздуха в результате деятельности нефтезавода. Ежели что, принимать меры. Ну, скажем так, надо бы кому-то из проверяющих, например, пожить недельку-другую в песочне. Там и факты сразу сами в нос полезут. Особенно по ночам. Говорили на встрече в прокуратуре и по другой проблеме. Про музла, да и всей Рязани. А именно размещение отходов на территории бывшего химволокна в поселке Турлатово. Это там, откуда нашу съемочную группу на прошлой неделе охранники ладошками вымахивали. Прокуратуре Октябрьского района, напомним, поручено держать вопрос на постоянном контроле. А также принять дополнительные меры превентивного характера, направленные на недопущение возможных нарушений законодательства при эксплуатации указанных полигонов. Вместе с тем, в соответствии с информацией, поступившей в прокуратуру района, в настоящее время выдано разрешение, а именно санитарно-экологические заключения, на осуществление деятельности по обращению с отходами по данному адресу. Данные разрешения были выданы Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области на основании экспертных заключений, выданных соответствующими организациями, расположенных в городе Москва и в городе Санкт-Петербурге. В связи с чем, в настоящее время прокуратура района проводится проверка. Ну что ж тут сказать. С прокуратурой нельзя не согласиться, и меры все принимаются правильные. Да только вот нефтезавод как работал и выбрасывал всю нечисть на рязанцев, так и дальше продолжает. Напомним, РНПК – крупнейший налогоплательщик, а потому, ну в общем, потому и все. А владельцы полигонов Турлатвии недавно обзавелись с помощью московских и питерских специалистов-исследователей документами на продолжение деятельности. Так что глаз да глаз нужен за всей этой производственной сферой. Еще о чистоте. С сегодняшнего дня в столице нашей области начался месячник по благоустройству. Завершить его городначальству планирует к Дню Победы. Работать будут все. По крайней мере, на это надеется мэрия, предлагая навести в Рязань чистоту как простым обитателям, так и предприятиям и учебным заведениям. В этом году будут не только подметать и окапывать. Рязанские территории подвергнутся серьезному благоустройству. По крайней мере, так обещано. Дорожники займутся, понятно, дефектами дорог. Коммунальщики начнут красить то, что требует покраски, ремонтировать то, что требует ремонта. К кульминации праздника чистоты по традиции будет общегородской субботник, который пройдет, внимание, 12 апреля, в День космонавтики. Раньше, напомним, субботники проводились на День рождения Ленина, 22 апреля, но эта дата актуальность, как видим, потеряла. Сегодня наш автор Глеб Галушкин выезжал в самое сердце Рязани-Матушки, а именно в район Кремля. Там картина сейчас не ахти какая приглядная. Многовато мусора на бережках трубежа. Так нас туристы стороной будут объезжать, в прямом смысле слова, носы воротить. Итак, с 1 апреля начался общегородской месячник по уборке и благоустройству дворов, парков, скверов, набережных и других территорий города. Пристальное внимание может быть необходимо обратить как раз на набережную возле Кремля. Здесь, на склоне холма, возле пристани, начинают проступать следы от отдыха и празднований шумных и не очень компаний. Бутылки, пластмассовые стаканчики и просто пакеты можно обнаружить даже в воде. Значительно хуже ситуация с мусором на самом Кремлевском валу, на улице рабочих. Здесь, напротив жилых домов, образовалась фактически свалка. Одинокого мусорного контейнера явно недостаточно. В общем, несомненно, что общегородской субботник не должен обойти стороной историческую территорию возле Рязанского Кремля. Более того, это, на наш взгляд, должна быть территория приоритета чистоты. И еще одна первоапрельская тема, причем совершенно серьезная. С сегодняшнего дня увеличивается размер социальных пенсий для некоторых категорий рязанцев, а также пройдет индексация выплат. Далее подробности. В соответствии с бюджетом пенсионного фонда на тот или иной текущий финансовый год, предусматривают всегда две индексации трудовых пенсий и индексация социальных пенсий. Трудовые пенсии мы уже проиндексировали первый раз с 1 февраля на 6,5%. И также будем индексировать трудовые пенсии с 1 апреля на 1,71%. Но в целом мы выдерживаем тот параметр, который был в бюджете, в пределах 8% в течение вот этих двух индексаций. И будем индексировать с 1 апреля также социальные пенсии. Но социальные пенсии мы в этом году индексируем существенно по сравнению с чем в прошлом году. Сегодня мы их индексируем на 17,1%. Если говорить в суммовом выражении, то социальные пенсии в среднем увеличатся почти на 1000 рублей. Это говорит о том, что уровень пенсионного обеспечения граждан, у которых низкий уровень пенсии, он с 1 апреля существенно повышается. С индексацией социальных пенсий мы также, соответственно, приведем индексацию государственных пенсий по государственному пенсионному обеспечению. То есть граждане, у которых пенсия зависит не от трудового стажа и заработка, а именно зависит от тех позиций, которые они получают от государства пенсионного обеспечения. Теперь в программе неприятная новость для любителей заложить заворотник. Финские ученые выяснили, что употребление алкоголя более двух раз в неделю увеличивает риск возникновения инсульта у мужчин. Целых 20 лет наблюдали эксперты за изменением здоровья у 2500 финских мужчин среднего возраста. Не сказано, в релизе наливали или нет подопытным финнам за счет науки по два раза в неделю чаще, но данные таковы, более двух раз выпил, так скоро ляжешь в кардиодиспансер. Выпьешь пару раз, но помногу, результат тот же. Причем инсульт подстерегает всех, независимо от физических кондиций. Так что делаем выводы, особенно это касается нас, россиян. Дело в том, что среди горячительных напитков, которые предлагаются согражданам, множество контрафакта, причем поделывают не только знакомую русскую водку, но и нарядные зарубежные сорта. Так, рязанские полицейские в Южном микрорайоне изыскали в одном из боксов гаражного кооператива целый склад пойла с прилепленными этикетками самых престижных брендов. Так называемые коньяки да виски были оснащены акцизными марками, которые имели признаки самой небрежной и даже грубой подделки. Даже обидно, что же это мошенники пьющих совсем за людей не считают? Лучше всего такие более чем подозрительные напитки идут через мелкие торговые точки или распивочные заведения, куда заворачивает народ непритязательный, а этикетки любят разглядывать, но не читать. Владелец гаража, затаивший на этот раз целых 7 тонн пойла, не раз уже бывал изоблечен правоохранителями. В прошлом году к нему оперативники приходили трижды, и всегда гаражик был с нелегальным товаром, так что спиртонос попался со стажем. Теперь его ожидают серьезные санкции, а всей продукцией займется в профессиональном, конечно, смысле экспертно-криминалистический центр областного управления внутренних дел. Ну и вновь о дне сегодняшнем. С 1 апреля в России началась выдача водительских удостоверений нового образца. Главная новелла – появление дополнительных категорий и подкатегорий. Например, появилась в новых правах категория «М» для водителей скутеров и мопедов. О том, что это надо было сделать давно, не раз говорили дорожные полицейские, ссылаясь на сводки происшествий. Продолжает тему Глеб Галушкин. В Рязани на улице Чапаева произошла автоавария. Виновницей, по всей видимости, стала женщина-водитель, которая, управляя автомобилем «Рено», выехала на перекресток со стороны улицы Пролетарской на запрещающий сигнал светофора. В это время со стороны улицы Чапаева ехал автомобиль ВАЗ 14-й модели. В результате столкновения «Жигули» отбросила на «Митсубиси» и мотоцикл, которые стояли перед перекрестком. 17-летний студент Рязанского колледжа электроники, управлявший мотоциклом, не имел права управления мотоциклом, а также управлен мотоциклом, который не был зарегистрирован в установленном порядке. Он получил при дорожно-транспортном происшествии ушибы кисти и бедра. Также пассажир отечественного автомобиля, годовалый мальчик, получил ушиб мягкие ткани лба. Оба пострадавших для оказания медицинской помощи были доставлены в детскую областную больницу города Рязани. Но в госпитализации они не нуждались. Кстати, с приходом теплого времени года на городских улицах стали все чаще появляться мотоциклисты и скутеристы. Зачастую управляют этими транспортными средствами подростки без водительских удостоверений и, соответственно, плохо знающие правила дорожного движения. Чтобы снизить травматизм и смертность, отныне водители скутеров и мопедов должны будут сдавать экзамены на право вождения. Права смогут получать лица старше 16 лет. Кроме того, скутеры и мопеды, объем моторов которых не более 50 кубических сантиметров, выделят в отдельную категорию М. Впрочем, пока у российских автошкол нет единой программы обучения на эту категорию, а инспекторы, соответственно, не могут принимать экзамены. Поэтому дорожным полицейским дано указание не наказывать скутеристов за езду без прав, пока не будут приняты поправки к закону о безопасности дорожного движения. В общем, все по-российски. Закон появился, а обеспечения под него как нет, так и не было. И, наконец, сегодня в программе рассказ Натальи Новиковой о семинаре по экзотическому пока для нас виду единоборств бразильскому джиу-джитсу. В Рязани проводил выездные занятия с нашими бойцами самый настоящий звездный мастер из Бразилии, где много-много мастеров этой хитрой, изощренной борьбы. Обычно упавший после удара человек считается побежденным. А вот в джиу-джитсу с этого все только начинается. На днях в тонкостях этого нелегкого, но увлекательного и зрелищного вида единоборств разбиралась наша съемочная группа. А главным героем дня стал один из лучших черных поясов по бразильскому джиу-джитсу, понамериканский чемпион, прекрасный тренер и самый настоящий бразилец Александр Деда Фария. Вот уже полтора года известный спортсмен живет в России и считает, что у нашей страны есть все перспективы для развития джиу-джитсу. У нас уже 21 представительство клубов по всей России. И в любом случае это забота времени. То есть технике обучить несложно. И чемпионы в любом случае появятся. В рамках семинара, который проходил в спорткомплексе, олимпиец Александр делился опытом с рязанскими спортсменами. Рассказывал, показывал. А уж напробовали собравшиеся всех премудрости бразильского джиу-джитсу от души. Боролись, пробовали новые техники. И, конечно же, все от именитых тренеров и чемпионов Европы до самых юных участников получили массу положительных эмоций. Ну, с таким мастером вообще заниматься – это огромное удовольствие, конечно. Мы ловим каждое слово, каждую технику. И мы счастливы, что к нам приехали. Дело в том, что с Дедой мы давно знакомы. И мы хорошо с ним общаемся. И мне очень приятно, что он нашел время и приехал нас потренировать. А сегодняшнее мероприятие тебе нравится? Очень. Что вы для себя такое самое главное для тебя здесь? Здесь научиться правильно делать приемы и опыт еще. И, конечно, немаловажно то, что теперь и в Рязани появится представительство всемирно известного клуба «Альянс». На этом эфир программы «Время говорить» заканчивается. Но темы для разговора еще есть. Дело в том, что с наступлением весны в городах и селах начинается период опасной народной забавы, а именно поджигания прошлогодней травы. Специалисты МЧС говорят, что именно пал сухой травы дал начало страшным пожарам 2010 года. Об этом явлении российской жизни и о том, что оно с собой несет, сегодня в программе подробности рассказывает заместитель начальника управления надзорной их деятельности Главного управления регионального МЧС Алексей Мордасов. Так что надолго не расстаемся. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин